ух ну и жара лето продолжается как видите я тоже продолжаю вышивать розочку по дизайну мадам ля фе вышла уже эту розочку все и обшиваю потихонечку здесь с боков зеленые листики и я думаю что я превращаюсь уже в однопроцессницу потому что этот процесс у меня не менялся уже больше двух недель я вышиваю только один этот один этот сюжет хотя на вышивку не много времени всегда есть и хочется в общем потратить свободное время я заговорилась говорилось вот такой вот солнышко я себе поставил хватает до солнца и дома тоже солнышко конечно магнитик держит иголки не очень хорошо и порой эти иголочки я нахожу на полу кошка не знаю ли вы просто у меня вот так видите пальцы прикреплены бендерами к станочку такой обычный самодельный станочек в общем как-то вот так у меня все я не буду показывать вам свою изнанку процессов то есть вот тут у меня все лежит нитки сзади в общем вышиваю и я задумываюсь о смене процесса мне надо же еще повышевать натюрморт который бесконечный и знаете что я подумал это розочка мне напомнила многоцветку да мне кажется что много-много вот таких маленьких тут вкраплений конечно это не идеально но такое как-то фотографию похоже что-ли раньше были когда не было цветных фотографий разукрашивали фотографии сами вручную вот эта розочка мне напомнила как открытка вот из 50-х годов такая вот у меня забава и на что же я решила сменить процесс с розочкой предыдущем включение я говорила что это будет натюрморт но достав натюрморт повертев его в руках я решила наверно надо повышивать кошку она вот этот процесс чудо материнства от химеры у меня вышит на 81 с половиной в общем почти 82 процента то есть сами понимаете прям процесс для финиша а как его финишировать если я его не брала в руки наверное уже полтора месяца да вот так вот я тоже думаю поэтому надо все-таки повышевать и продвинуть и даже хорошо наверное продвинуть ведь осенью будет три года как я вышиваю этот процесс может быть если я усердно начну над ним работать возьмусь за него вышли вот это чудо которое спрятано здесь где-то здесь это будет котенок и я получу очередной финиш долгожданный у меня единственный это процесс этот процесс который вышит на такую большую сумму то есть но не сумма количество крестиков вышит то есть он ближе всего к финишу такая мордаха буду вышивать это лен китайский аппетит полукрест и нитки тоже китайские немножко еще гамма добавлена сама подбором я делала ну все равно получается нормально куки куки привет что вкусный халат вкусный да такой вкусный что ты урчишь 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 вот они мои котики схеме от химеры и я вышла уже две тысячи полукрестиков с копеечками чуть-чуть это составило 84 процента я так посчитала примерно мне надо еще около 15 тысяч вышить и все будет финиш если конечно придерживаться плану вышивается каждый месяц по 5000 что на трудно подсчитать что я быстро закончу хотя ну да опять 5 3 месяца надо прям усердно вышивать этот процесс причем вышивается мордаха легко интересно а вот здесь эта полоска голубой материи снизу совсем-совсем скучно вышивается ходе цвета конечно отличаются от этих коричневых моих нелюбимых но все же много очень преобладает здесь светлого но в целом я очень-очень жду дождусь когда же вышлица у меня наконец-то эти котейки как видите я уже дошла до глазика сейчас я вам покажу как должно выглядеть мордашка этого котика я думаю это котик может и кошечка не знаю ну в общем такая вот она няшная закрытыми глазками еще совсем малышка такой вот котенок малыш буду еще сегодня вышивать не видите припаркована ниточка я здесь использую конечно припарковку это вот с предыдущей странице а здесь я стараюсь вышивать по одной ниточке и потом начинать следующую чтобы много не висела такая ленивая у меня тут парковка поближе покажу вам свои кривенькие ровненькие полу крестики ну как получается вообще видите ли он та основа на которые вышиваю она видите неравномерная поэтому полу крестики если к ним приглядываться тоже могут быть неравномерны но в целом все с достаточно красиво видите вроде бы нормально все то что очень меленькие поэтому незаметно эти погрешности где шире где уже даже вот белый цвет мне в общем все нравится этому не надо придираться лишний раз все будет просто великолепно показываем свои продвижения по этой работе чудо материнства мои котики чудесные я здесь вышла чуть больше 5000 полукрестов смотрите по мордашке уже выше то я думаю если я хочу закончить это в этом году мне надо вышивать по 5000 каждый месяц больше вышивать конечно я смогу но будет очень напряжно психологически потому что хочется другие процессы тоже продвигать вот такой вот милаго носик уже видите я так люблю их носики они такие прям нежные нежные такой вот котярка всем спасибо за внимание спасибо что смотрите что ставите лайки подписывайтесь смотрите ждете мои новые видео всем пока пока